Доброе утро, Виктория, Елена. Рада вас приветствовать на сегодняшней нашей площадке. Мы предлагаем еще парочку минут подождать, кто не успел взять водички, взять чай себе налить, и мы с вами в 10.03 по Москве начинаем. Окей? Продолжение следует... 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 Ольга, благодарю. Да, 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 благодарю, благодарю. Ольга, ну вообще в психологии, в коучинге, вообще в любой профессии человек-человек эмоциональный интеллект разбирать, потому что это важнейший, наверное, составляющий сейчас. Вот, отлично, отлично. Ну, значит, тогда у вас есть впереди еще час времени для того, чтобы больше погрузиться в этот вопрос и узнать, как же развивать свой эмоциональный интеллект. Александр, на этот момент я передаю слово вам. Да, благодарю, Дмитрий. И, как Дмитрий сказал, вебинары подобраны не случайно. Если посмотреть все три записи, вы увидите некоторую цельность цельную картинку, первый вебинар, который вела Ольга Котова про логические уровни, там говорили про увеличение уровня осознанности и жизненной силы, по сути, с тем моментом, когда ты поднимаешься вверх по логическому уровню и отвечаешь на вопрос, кто ты, для чего большего, что ты несешь в мир. Следующий вебинар, который был, был больше посвящен управлению, лидерству и такому конституальному взгляду на лидерство, некоторому развитию своего рационального мышления. И сегодняшний вебинар, он будет говорить больше про эмоциональную составляющую, про чувства. И вместе все три, они создают как раз представление о том, с какими областями взаимодействует коуч и работает коучинг. Он работает, собственно, с осознанностью в будущем, в настоящем будущем. Коучинг работает с некоторыми концепциями, через которые я воспринимаю эту реальность. И коучинг работает с чувственной частью, с эмоциональной составляющей. И это не случайно, потому что, когда коучинг появился, довольно молодая профессия, буквально в 70-х годах он начал зарождаться, тогда еще называлось, это не коучинг, все, а внутренняя игра. Да, благодаря Тимоте Голубе, потом постепенно развивалась, я думаю, что такое активное развитие последние 30 лет. Так вот, когда оно началось 30 лет назад, это активное развитие коучинга воспринималось все больше как рациональный подход, как способ через переконструирование мысли в убеждении достигать большого результата. Постепенно стало ясно, что этого недостаточно, что надо работать с цельной личностью, а в цельной личности есть как раз эмоции. И вы можете увидеть даже те коучи, которые учились 10 лет назад и которые учатся сейчас, в школах разные послания. 10 лет назад, например, когда я учился коучингу, нам говорили не лезть в эмоции, потому что это область психотерапии, и вот мы этого не трогаем. В некоторых школах до сих пор, в тех школах, в которых программа не обновилась, у нас есть, в том числе на российском рынке, ряд школ, в которых программа осталась такой, как была 10-20 лет назад. И, к сожалению, в них по разным внутренним причинам не вносит изменения, но все школы, которые, можно сказать, условно-современные, то есть те, которые считывают последние тенденции и тренды, они, конечно, обращают внимание, что цельность человека включает в том числе и эмоции. Поэтому его эмоции мы в том числе будем включать и в том числе исследовать в коучинге. Именно поэтому мы выбрали за решение тему именно эмоционального интеллекта. И же ваше сообщение по поводу записи вебинаров, да, и они будут доступны, как Дмитрий сказал, его вышлем. Итак, о чем сегодня буду рассказывать в ближайшее время? Ну, сначала чуть больше познакомимся, после этого про модель эмоционального интеллекта. Она авторская, то, что мы используем, она отличается от того, что можно встретить в литературе. И нам кажется, в этом как раз есть ценность, то, что она через практику была дополнена. Некоторые методы развития эмоционального интеллекта расскажу. Ну, и, собственно, про программу интегрального коучинг-бизнеса расскажу, потому что, по сути, мы собрались здесь не просто так и не случайно, а собрались, потому что мы стартуем программу 17 мая, сегодняшний вебинар. Это возможность прикоснуться к содержанию, к ведущим, к состоянию, почувствовать свой отклик, понять, нужно ли вам идти в это обучение, и будет ли оно для вас цельным, полезным, сможете ли вы дальше его конвертировать в полезные, ясные блага, будь это результаты, доходы или другие блага. Про себя. Меня зовут Александр Лазовский, можно просто Саша, и меня, в принципе, можно найти просто в биф Александра Лазовский в Яндексе, и вы довольно быстро выйдите на меня, чтобы задать какие-то индивидуальные вопросы, которые сегодня почему-то не могут прозвучать. Вот в своей жизни, если говорить про логические уровни, которые вела Ольга, я фокусируюсь на ценностях жизни, радостности, развития для того, чтобы раскрывать потенциал свой, лидеров, команд, ну и на самом деле, чтобы создавать среду, в которой бы люди улыбались. И эмоциональный интеллект здесь играет важную роль, хотя не единственную и сейчас еще более популярна концепция так называемого множественного интеллекта, что у нас есть не только IQ и EQ, у нас еще есть много разных интеллектов, это социальный интеллект, ценностный, собственно, мировоззренческий, который позволяет все вместе, позволяет нам жить свою жизнь осознанно. Про это, собственно, я, про это наша программа, про это, собственно, на наш взгляд, коучинг. В профессиональной области, кроме интегрального коучинга в бизнесе, есть еще программа по лайф-коучингу, есть так называемая влбим-программа, где мы многие вещи делаем из того, что я сегодня расскажу, просто для участников открываем пространство в зуме, где мы практикуем разные способы восстановления своего ресурса. И это есть также в корпоративном и в открытом формате. В открытом формате есть, например, время для себя. В корпоративном формате мы это называем фитнес для души, в том числе время для себя иногда называем, марафонами, этимарафонами и так далее. Что касается сегодняшнего вебинара, во-первых, мы ведем запись, и запись мы потом вышлем вам вместе с презентациями в конце недели коучинга. И кроме этого, всем слушателям, кто будет до конца на сегодняшнем вебинаре, в конце мы вышлем ссылку на Тимоти Голови, «Работа как внутренняя игра». И я сегодня упоминал уже его, мы не зря выбрали эту книгу, потому что именно Тимоти Голови является отцом-основателем коучинга, тем, кто первым определил базовый принцип коучинга «Внутренняя игра», определяет внешнюю игру. И тогда он называл свой подход «Внутренняя игра». И в этой книге, у него первая книга была «Теннис как внутренняя игра», а вот эта вторая книга, которая много раз переиздавалась, «Работа как внутренняя игра», где он показывает некоторые принципы, способы преодолеть внутреннее выгорание, демотивацию и найти интерес в своей деятельности, чтобы с этим интересом перезарядившись, скрывать свой потенциал. Так что эту книжку можно будет прочитать, она очень хорошая. Если вы хотите знакомиться с коучингом, с основ, 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 то Тимоти Голови будет первоисточником. Конечно, сейчас, вот там больше 40 лет, когда вышла его первая книга, прошло очень много всего, и есть многие наработки, которые мы даем, которые там не встречаются, но для того, чтобы начать, это будет хорошим вариантом. Поэтому мы выбрали именно эту книгу, «Работа как внутренняя игра». Так что слушайте до самого-самого конца, в конце мы вам вышлем ссылку. Окей. Ну и теперь хочется чуть больше познакомиться с вами, поделитесь, пожалуйста, имя я увижу из чата, город, из где вы находитесь, и род вашей деятельности. Вы являетесь собственником, руководителем, консультантом, психологом, или у вас может быть другая родительность, в которой вы себя определяете. И какой результат от встречи вы ожидаете? Желательно в одном сообщении. Собственный руководитель, консультант, психолог, город, может быть, страна. Какой результат от встречи вы ожидаете? Пока вы пишете, расскажу, что в ICF, Международной Федерации Коучинга, эмоциональный интеллект уделяет на самом деле очень большой фокус, и там целых три компетенции, даже больше, но три в первую очередь направлены на то, чтобы вызывать эмоциональный интеллект. И это не просто так, потому что в Коучинге наша ключевая деятельность – не сказать, что делать человеку, а сделать пространство, чтобы он осознал, что ему делать. И можно создавать пространство только в случае, если я чувствую и понимаю, как донести то, что я чувствую, не разрушая внутреннюю картину мира, моего доверителя. Доверитель – это тот, с кем мы ведем связи. Если я просто скажу доверительству, что ты злишься, то это может вызвать сопротивление, это может быть интерпретация, которая не попадает точно в цель. И нам важнее не выдать диагноз, а создать пространство, чтобы человек рос в своей особенности. Именно про этот фокус я сегодня буду рассказывать. Тем временем пошли ваши ответы, и будем читать. Дарина Москва, психолог, коррекция. Виктория Самар, психолог. Елена Москва, учительный психолога. Большего мониторного интеллекта. Ярослав Психолог, добавить. Ярослав Ольги Психолог, добавить дополнительные инструменты для работы с клиентами. Юлия Екатеринбург, консультант, психолог. Интересуюсь в организационной психологии. Ищем методы построения команды. Наталья Москва, проектный менеджмент. Жер, хочу узнать инструменты развития ценностей в команде. Учительный психолога. В Гаград, результат, знакомство с коучингом. Ирина и Елена Петербург, поддерживаю инструменты развития национального интеллекта. Хорошо. Про команду сегодня будет. В одном кусочке буду про это рассказывать. Примеры про развитие у семей национального интеллекта тоже будет. Про клиентов тоже. Но тут вот что важно понимать, что в коучинге, когда мы говорим «развивать национальный интеллект» у клиента, мы не выдаем ему инструкцию, что вот тебе, например, пять раз вечером говоришь слова благодарности за то, что у тебя в жизни было. Или утром пять раз говоришь слова благодарности. Мы не выдаем инструкции, что конкретно делать. Мы создаем, мы кое-что делаем определенным образом, то, что я сегодня покажу, через что у человека развивается национальный интеллект. То есть у меня будет именно подход к коучингам. Одновременно будут и более конкретные инструменты, что можно делать с собой. И про команду, что делать для того, чтобы в команде создавался и развивался национальный интеллект. Это тоже расскажу. Хорошо. Если вдруг у вас еще будут комментарии, то пишите. Походу их полетать буду в разговор. Окей. Перед вами колеса. Колесо – один из самых любимых инструментов коучинга. Здесь колесо мы поместили определенные функции руководителя, которые можно развить на три составляющих. Работа над задачами, мобилизация сотрудников и развитие. И если посмотреть, в какой из этих задач находится национальный интеллект, то мы увидим, что практически везде он находится. Потому что на самом деле, зависит от того, в каком состоянии я нахожусь, в какой эмоции я нахожусь, я буду по-разному ставить цели, планировать, принимать решения. Естественно, буду по-разному. Я буду анализировать по-разному. Я буду использовать разные инструменты корректировки. Будет меняться моя коммуникация, будет меняться моя мотивация и, собственно, работы с командой. Не зря многие из вас написали о том, что именно работа с командой интересно, как там. через интеллект, поднимать продуктивность и, может быть, осознанность. Поэтому тема инвестиционного интеллекта, она очень важна. И те руководители, которые приходят к нам, лидеры команды, собственники бизнеса HR, они, собственно, и видят как результат то, что у них преображается эмоциональный интеллект. В первую очередь через познание себя, в вторую очередь через познание других, в том числе и команд. Буквально сегодня перед нашим вебинаром у меня была сессия с нашим выпускником, с которым мы много лет назад работали в индивидуальном коучинге, когда я только начинал. Это еще где-то 8 лет назад мы с ним работали. Потом он занимался своей деятельностью. И вот год назад он решил использовать в своем профессиональном, как руководителя профессиональных компетенциях, использовать коучинг. Вот он пришел к нам на курс, сейчас выпустился, и мы с ним работаем в индивидуальном коучинге. Вот он видит, как благодаря обучению уровень его эмоционального интеллекта вырос. Он как раз с утра сказал, что я стал настолько хорошо чувствовать, не только понимать, но чувствовать себя, и благодаря этому лучше чувствовать других. В частности, все вещи, на которые раньше он закрывал глаза, и которые в итоге плохой эффект имели, он начал смотреть на это по-другому. Например, сегодня мы работали с внутренними границами, с пониманием, где есть то, на что я согласен, на что я не согласен. Не только рационально, но и эмоционально понимаем. Поэтому мы видим, как функциональный интеллект пронизывает красные нити в практически все функции руководителя. И даже если я сам не являюсь руководителем, но работаю с руководителями, очень важно понимать, что в каждом из этих блоков будет элемент эмоциональности. О чем бы мы ни говорили. Говорили бы мы на сессии про планирование, и руководитель бы постаровал свои стратегические планы, принимал бы он решение, создавал ли он, например, систему, или он что-то анализировал. Важно понимать, что эмоции будут присутствовать всегда. Еще раз повторюсь, важно не уходить в такую ошибку новичка в коучинге, что эмоции – это область психологии, в коучинге мы их не следуем. Это абсолютно не так. Мы их также отражаем, потому что мы работаем с цельной личностью, где есть все. Даже буквально две недели назад в коучей, как и у психологов, и у многих других поддерживающих профессий, у коучей есть супервизии, есть менторинги. На менторинге мы слушаем сессии друг друга, даем друг другу обратную связь. В том числе и мои сессии слушают, дают мне обратную связь. Я слушаю чужую сессию, даю обратную связь. Это позволяет нам расти профессионально. Это необходимая часть, чтобы оставаться актуальными для своих учеников, которые у нас учатся на курсе, и для своих клиентов, с которыми мы работаем. Мы, собственно, обсуждали это две недели назад. Я давал обратную связь с одному из коучей, что на коучинге обратная связь идет на позитивную составляющую, а на переживание не идет. И такое ощущение, что мы принимаем только часть клиента, принимаем только ту часть, которой он радуется. Хотя есть и та часть, которая переживает. И важно хотя бы в коучинге дать ей возможность быть видимой. Не обязательно, как в психологии, туда идти. Но дать ей возможность, что мы ее видим, и спросить, что клиент хочет с ней делать, уже необходимо. И это есть как раз составляющая внутри компетенции ICF. Видеть эмоции и отражать их. А в целом, те, кто знакомится с коучингом, то базовое определение коучинга мы используем из Международной Федерации, что коучинг – это партнерство с клиентом. Именно поэтому мы не говорим, как развивать эмоциональный интеллект клиенту. Мы даем ему варианты, спрашиваем у него, и создается какой-то его способ. Потому что если мы говорим, что делать, то мы из партнерства выходим в менторинговую позицию. Потому что мы чуть что-то, чуть лучше, чуть профессиональнее, чуть больше знаем. А здесь мы говорим про партнерство, и мы исследуем всегда вместе с клиентом, а что для него подойдет, что для него не подойдет. Если, например, вдруг коуч выдал задание клиенту, клиент у него согласился, а через неделю клиент пришел, сказал, что он ничего не сделал, то мы понимаем, что здесь есть ответственность и клиента, и коуча, потому что он выдал задание, и, возможно, потеряв то самое партнерство, поставил себя в такую позицию менторинговую, в том числе и в управлении. Так встречается, что есть чаще всего руководители автоматически воспринимают церковь, как тот, кто по иерархии выше стоит, хотя в командах так называемых самоопределяемых, о которых мы говорили вчера на вебинаре, нет такой иерархичности, которая бы была запечатлена навсегда. Там иерархичность все время меняется, в зависимости от задач, в зависимости от целей, люди сами назначают или сами выдают друг другу индульгенцию подниматься и спускаться в иерархию. И это вот про коучинг, когда мы, по сути, самоопределяем пространство создаем, самоопределяемую команду, и мы взаимодействуем друг с другом. Итак, это партнерство, в этом партнерстве есть мыслительные и творческие процессы, и там никак без эмоций, естественно, здесь про вдохновение клиентов и раскрытие личностного профессионального потенциала. Ну, а и когда мы говорим про бизнес, то мы говорим о том, что еще важно сделать шивку целей на компании и сотрудников. Сегодня много спрашивают про команды, у нас есть целый модуль на курсе, где мы говорим про взаимодействие с командами и с бизнес-системами, и с сотрудниками индивидуально, там три разных модуля. Все из них направлены на то, чтобы шивать личные цели и цели компании, чтобы потенциал, раскрываясь, утекал не в заявление на увольнение, а в новую инициативу в компаниях. И компетенции коуча, на которые мы опираемся, их 8 штук. Если вы являетесь коучем, то вы развиваете их всех, если вы являетесь коучем руководителем, вы тоже развиваете их всех. Просто они чуть-чуть по-разному модернизируются в зависимости от вашей внутренней роли, но они остаются и становятся частью жизни, и постепенно они становятся просто частью идентичности. И эти компетенции по многим проэмоциональный интеллект. Посмотрите, постоянно развивает доверие и ощущение безопасности. Здесь очень много проэмоционального интеллекта этой компетенции сохраняет присутствие здесь тоже много про него и активно слушает и вы увидите мы будем говорить про шести уровня модели эмоционального интеллекта шести этапные можно даже сказать и в каждом из этапов та или иная или тот или иной элемент компетенция будет раскрываться нам важно активно слушать то что происходит у собеседника чтобы мы его услышали и могли это принести нам важно самим находиться в связи с эмоциями своими и клиенты для того чтобы мы могли привносить это в разговор и нам важно создавать пространство и чувствовать пространство как она влияет на нас в эти вот три переменные они есть м фильма черте то же самое в работе с командами важно чтобы участники команды не только сами чего-то чувствовали и понимали это важно чтобы они чувствовали пространство между это как они влияют на пространство междуelijk ресурсамиaha см Change Тогда будет расти команда, тогда будут расти осознанность и эмоциональность коллектива. О конкретных инструментах я чуть позже расскажу, но пока поймайте вот эту вот идею. Я, ты, пространство между нами. Вот эти вот три переменных, они остаются. И в базе своей эмоциональной интеллекции это некоторая способность правильно интерпретировать и столковывать обстановку. И оказывать на нее влияние. Интуитивно управлять и улавливать то, чего хочет и в том, что нуждаются люди здесь сейчас. Знать их особенности поведения, сильные и слабые стороны. И не поддаваться стрессу, да, и быть в таком ресурсе, в взаимодействии. Это такое базовое определение эмоционального интеллекта. И в коучинге мы используем его для того, чтобы, отталкиваясь от него, как раз создавать пространство, где мы чутко улавливаем. И чем больше вы развиваетесь в коучинге, тем больше вы увидите изменения коучингового процесса. Когда вы только начинаете учиться коучингу, то вы замечаете, что очень много нужно по-новому делать. По сути, задача взять разговор, который вам привычен, полно рассобрать его на маленькие элементы и использовать, прям пересобрать эти маленькие элементы. Это все равно, что вы бы пришли, увидели картину Сарвадора Дали, разобрали бы ее на маленькие элементы, а потом вам нужно было бы собрать из этих элементов квартиру, картину Пикассо. Да, и это вызывает некоторый стресс, ступор. Ты не понимаешь, как это сделать. Эти разные цвета, разные моменты, они не подходят. Но потом постепенно это происходит, и у тебя получается. Но когда это происходит, пока ты еще пересобираешь, что обычно коучинг идет не на уровне эмоционального чувствования, он обычно идет на уровне такого рационального слышания. Это первая часть эмоционального интеллекта. Я рационально слышу то, что происходит. Следующее, я эмоционально чувствую то, что происходит, могу это принести разговор. И третий, более глубинный уровень. Я чувствую пространство и поле, и могу оттуда принести послание. Итак, именно так выложен эмоциональный интеллект в нашей модельке. Первое, я осознаю свои эмоции. Второе, я осознаю эмоции собеседника Я чувствую, что я чувствую, я чувствую, что чувствуешь ты Второе, я управляю своими эмоциями и я влияю на эмоции собеседника Как вы думаете, почему всегда вначале про себя, а потом про другого? В чем ценность именно такого подхода? Сначала я, потом другой Есть известная фраза «Хочешь иметь мир, начни с себя» Но эмоциональный те, кто-то подтверждает Но почему сначала про себя, а потом про собеседника? Почему нельзя сразу осознавать эмоции собеседника И делать что-то, чтобы изменить его эмоции собеседника? Ольга, нужно быть самому эмоционально стабильным Да, так и есть, абсолютно так и есть И мы в коучинге используем фразу «коуч-позиция» Это значит, что я в состоянии, в определенном видении И мне важно в этом состоянии быть устойчивым Татьяна говорит, чтобы самому быть невовлеченным эмоционально Чтобы тебя просто не снесло Дарина пишет Что я подарю другому, если нет у себя Да, очень красивая метафора Да, именно так По сути, один из моментов компетенции Там была про компетенция Про создает безопасность и поддерживающую среду для доверия И внутри есть маркеры Один из маркеров выдерживает сильные эмоции клиента Вот чтобы выдерживать сильные эмоции Когда клиент плачет, когда клиент смеется, когда клиент злится Важно осознавать свою эмоцию И сначала с собой поработать так, что со мной происходит Когда вижу, что клиент плачет И когда я быстро осознаю, что со мной происходит То я могу принести эту осознанность эмоций собеседника И спросить, что с тобой происходит Но сначала я сам нахожусь в окей И на менторинге мы видим, что одни из ключевых ошибок – это когда я не осознаю своих эмоций, сам их започковал, закрыл их большими модельками, рациональностью и не понимаю, что мое тело уже все сжалось и пытаюсь тащить доверителя сквозь его слезы, радости и печали вперед. И это часто является развитием, в том числе для руководителей, осознавать свои эмоции. Сейчас, к счастью, в целом в управлении уже имеют понимание, что эмоциональный интеллект необходим, хотя еще буквально даже 5 лет назад говорили, что слушай, эмоции оставляй дома, мы здесь работаем, как будто бы на работе можно не быть собой. И это как раз то, что приводит к внутреннему выгоранию. В коучинге мы возвращаем как раз человека на работу и человечество на работу. Именно это дает большой очень эффект. И то, что мы видим по нашим выпускникам, это невероятный эффект. Одна из собственниц в начале года, это было пару лет назад, она в начале года объявила всей своей, она генеральный директор IT-компании объявила всем своим сотрудникам, что мы теперь с вами живем в пространстве решений и возможностей. И в этом пространстве решений, возможности у нас есть место эмоциям, есть место идеям, мы просто по-другому будем действовать. И остальные не поняли, что это значит по-другому действовать и вообще о чем она. А она начала просто в момент, когда люди приходят спрашивать, когда они им говорят идею, спрашивать, какие у тебя есть варианты, а что ты чувствуешь, когда ты об этих вариантах говоришь, а что тебе откликается. То есть возвращать людей к внутренней осознанности, проактивности и к внутренней эмоциональной составляющей, которая есть в осознанности, проактивности. Какие отношения у тебя есть к цели? И это отношение к цели помогает тебе или мешает? Что нужно изменить, чтобы твоя эмоция цели была конструктивной? Поэтому, конечно, мы говорим про то, что мы осознаем эмоции и влияем на собеседников, но все это она могла сделать только тогда, когда она прошла несколько модулей по коучингу и увидела силу того, что ты осознаешь свои эмоции и управляешь своими эмоциями. Когда у тебя есть вот это составляющее, то следующее составляющее сделать гораздо легче. И базовая модель эмоционального интеллекта, самая распространенная сейчас, она выглядит из этих четырех моментов. Но в коучинге мы работаем с большим пространством. Мы, в принципе, очень много работаем с коучингом и с пространством. Это пространство бизнес-систем, это пространство просто систем, семейная система. Это может быть система коллектива, например, командная система. Это может быть организационная система. Это может быть система, как система ценностей. Так вот, работая с этой системой, мы понимаем, что есть три изменения. Есть, грубо говоря, коуч, доверитель или сотрудник, руководитель, но есть еще среда. И эта самая среда всегда будет влиять на то, что происходит. И если мы работаем с командой, мы не можем работать с командой, используя только предыдущие четыре элемента, потому что там нет самой команды. Там есть человек, я, ты. Один на один взаимодействие. Нам нужно взаимодействовать с энергией коллектива, с атмосферой коллектива, с атмосферой организации, с атмосферой семьи. Поэтому мы добавляем еще два элемента в модель миссионального интеллекта. Мы говорим про осознание пространства между, пространство между, и влияние на пространство между. И это важный момент. Мы говорим здесь на самом деле про так называемое генеративное чувствование, генеративное слушание, полевое слушание, полевое чувствование. Мы говорим про подключение полевого разума. И это может звучать эзотерически для тех, кто с этим никогда не сталкивался. Но если вы когда-то сталкивались со следующим, представьте себе, что вы заходите в команду или заходите в какую-нибудь компанию, заходите куда-то в магазин, и вы чувствуете атмосферу. Вы чувствуете, что здесь напряжено, а здесь расслаблено, а здесь люди сфокусированы, а здесь расточены, а здесь как будто бы все про одно, а здесь про разное. Поставьте плюсик, если у вас было такое, что вы заходите прямо, считываете из поля атмосферу, приходите к друзьям, понимаете, так, что-то случилось, напряжение летает в воздухе. Приходите, например, если вы занимаетесь работой с командой, приходите в команду, чувствуете что-то не то. Или наоборот, приходите в команду, чувствуете что-то слишком то, что энергия прямо идет, что прямо идет драйв. Это и есть пространственное чувствование. И у нас с вами есть целая система зеркальной нейроны, которая позволяет как раз считывать пространство вокруг и его как зеркало на себя проецировать. Через эту проекцию мы его начинаем понимать. Так вот, в коучинге мы учимся его не только понимать и ощущать, но и влиять на него, чтобы через тонкие сигналы создавать поддерживающую среду, чтобы не напрямую говорить «иди и обучайся», а чтобы создать такую среду, чтобы она изменилась. Например, мы с Олей в эти два дня вели иммерсивный тренинг «Путешествие героя». Это такой пример из лайф-коучинга, когда человек, приходя, мы хотели, чтобы он ощутил свой зов, и сейчас, ощутив свой зов, понял, что ему внутри мешает, смог с этим поработать и выйти более цельной личностью, нежели пришел. Так чтобы это пространство произошло, влияние было через очень тонкие сигналы. Были запахи, были некоторые фразы, которые были написаны на стенах, было пространство, которое мы выбрали, были разные залы. И мы не говорили напрямую «иди и нюхай» или «иди и читай, что на доске написано». Мы просто… Это было вокруг как элементы пространства, и оно постепенно на тебя влияло. Это как метафорическая карта, которая через тебя преображает. И то же самое делают во многих компаниях, когда делают пространство такого каворкинга, делового, отдыхательного, чтобы само пространство создавало состояние, в котором людям хорошо работается. То же самое делает руководитель, разбрасывая вокруг разные послания. Итак, это модель эмоционального интеллекта. Как мы ее разбираем на курсе? На курсе мы каждому элементу уделяем внимание. Во-первых, мы через теорию «Ю» говорим про осознание своих эмоций, через модель компетенции говорим, через осознание своих эмоций, осознание эмоций другого собеседника. Мы используем модели вертикального развития лидерства. Вчера на вебинаре мельком пробегали бы по спиральной динамике и по вертикальному развитию лидерства. Хардхилл – модель, которую нарисовала. Итак, вы чуть-чуть пробегали, мы их тоже с ними взаимодействуем в коучинге, потому что нужно понимать, что разный уровень, разный момент, период жизни на вертикальном развитии будет соответствовать разному взаимодействию с эмоциями. Например, на логике эксперта, в принципе, это доступ к эмоциям, а на логике дидориста, там в основном только к эмоциям и есть доступ. Мы говорим про управление своими эмоциями через внутреннюю осознанность и про эмоцию на других, особенно на команду, на коллектив. Это через матрицу лидерства происходит. Мы говорим про сознание пространства между, та же самая с первой динамикой и ценностным моментом, и про влияние на пространство через интегральный подход. Поэтому у нас называется курс «Интегральный коучинг бизнеса», потому что мы говорим про создание пространства, которое меняет людей, и создание, собственно, системы, которая будет менять людей в долгосрочной перспективе. Но это все на курсе, о чем мы поговорим про сегодня. Я пробегусь по каждому из этих элементов и расскажу несколько способов, как можно с собой работать, как можно работать с другими и как можно работать с командой, коль у вас запрос на паркоманды был. Первое. Осознание своих эмоций. Самый простой способ осознать – это назвать. «Назвать эмоции и степень интенсивности». Это базовый коучинговый подход, когда мы используем какую-то шкалу, например, 10-бальну или 100-бальну, и говорим, насколько она интенсивна. И когда мы, например, предлагаем список эмоций. Базово предлагаются четыре эмоции. Самый такой базовый эмоциональный интеллект – это печаль, радость, страх и злость. Это базовые самые четыре эмоции. Если вы смотрели, например, мультик «Говлоломка», то там эти четыре эмоции есть, плюс там еще брызги добавляются. И мы предлагаем сказать, какую степень ты испытываешь. Или в начале сессии мы просто спрашиваем, что ты чувствуешь. Если же мы говорим про развитие осознанности, то здесь хорошо в течение дня несколько раз задавать себе вопрос, какую эмоцию я испытываю и какова ее интенсивность. Иногда для этого ставится будильник, и когда звонит будильник, через какое-то нелинейное, ну, сложное время, не каждый час, через 43 минуты, 54 минуты звонит будильник, я смотрю, где я нахожусь, какую эмоцию я испытываю, какова интенсивность. Более развернутый спектр эмоций, как считается, что база – это эмоции, которые испытывают. Ребенок может их осознать, по крайней мере, а взрослый может осознать больший спектр эмоций. Есть эмоции интереса, радости, удивления, презрения, горя, вина, стыд, отвращение, гнев и страх. Иногда меня спрашивают, почему больше негативных эмоций, чем позитивных. На самом деле в эмоциональном интеллекте нет понятия позитивной или негативной эмоции, есть понятие просто эмоция, и в коучинге нет тоже понятия позитивной или негативной, есть просто события. А дальше есть нечто, наша интерпретация, наше шаблонное мышление, которое делает это либо позитивной, либо негативной. В целом, любая из эмоций может иметь разный эффект в зависимости от того, что происходит. Список основных эмоций. Интерес, радость, удивление, презрение, горе, вина, стыд, отвращение, гнев и страх. И осознание своих эмоций. Вопросы, которые здесь можно задавать. Какую эмоцию я испытываю и какова интенсивность по 10-мой шкале? Давайте потренируемся. Если посмотреть здесь и сейчас на свое состояние, немножко замедлиться, перестать слушать меня и услышать себя, почувствовать себя. Напишите, какую эмоцию вы испытываете и какова интенсивность. Может быть, это радость на тройку, может быть, это интерес на семерку, может быть, это другая эмоция. Какую эмоцию вы испытываете и какова ее интенсивность? Если готовы поделиться в чате, поделитесь в чате. Если нет, то тогда послушайте себя. Татьяна пишет 6. Залюсь на 6. Дети мне дают спокойно слушать. Интересно, 9. Да, и мы видим, что здесь есть разные эмоции. В коучинге первое, что мы делаем, мы даем право им быть. В принципе, коучинг – это право быть человеку таким, какой он есть, со всеми его особенностями и нюансами. Именно поэтому мы их не оценим, хорошо или плохо. Мы смотрим и говорим, о, это интересно. И те, кто были на моем вебинаре в прошлой неделе про неопределенность, я об этом говорил как раз про эту мантру, это интересно. Интересно, 9. Интересно, 8. Да, Ольга, интерес является одной из эмоций. Это одна из самых базовых эмоций, которые есть еще с детства. С таким неподдельным интересом мы идем и смотрим, что происходит. И предвкушение, да, да, это тоже эмоция делена. Утомленность на 6. В данном случае список эмоций не является моей разработкой. Это то, что я взял из модели эмоционального интеллекта, автора которых я выше показал. Вот так, что посмотрите. И, естественно, Ольга, эмоции, они все, это как прекрасные вкусы и салаты, да, они все перемешиваются, но интерес не является чувством. Вот чувство состоит из разных эмоций, да. То есть салат, чувство, оно состоит из разных эмоций. Ингредиенты, они будут разные. Но здесь что важно? Важно, чтобы вы осознали, что вы испытываете и расширяли спектр того, что вы можете испытывать. Вот если для вас в текущей вашей картине мира интерес не укладывается, как отдельная эмоция, а у вас есть радость и удивление, оставьте это так. Главное, чтобы вы это осознавали. Потому что, повторюсь, что любая система оценки, которую мы предлагаем на своих вебинарах, это просто отправная точка, чтобы вы из нее создали свою. Елена спрашивает, предвкушение является ли эмоцией, да, как человек, который только что вернулся из поездки за границу. Я очень хорошо помню предвкушение этой поездки, когда было неизвестно, что будет дальше, и сможем проехать границу на машине и так далее, в Эстонии, из Петербурга. В это предвкушение это было как раз яркой, конкретной, испытанной эмоцией. Но еще раз повторюсь, мы берем карту и потом смотрим с этой карты, как она уложится в мое мировоззрение, и как она может помочь мне выйти за пределы своего мировоззрения, поисследовать больше. И это 10 эмоций, список основных эмоций взрослого человека, который может основать все разные и отличать вкусы. Их точно так же, по сути, происходит тренировка, примерно такая же, как если бы вы пошли, допустим, на вокал, и вам бы нужно было научиться слышать разные тона. Или если бы вы, например, смотрели бы на картины, вам нужно было научиться чувствовать разные школы. В этот момент вы начинаете отличать оттенки, что-то от чего-то. Например, в музыке есть ясные оттенки, например, джаз от классической музыки довольно легко отличить. А есть тонкие оттенки, которые постепенно при насмотренности начинают отличаться. В том числе то же самое происходит на эмоциях. В коучинге очень многие клиенты, многие клиенты, кто приходят в коучинг, они не чувствуют эмоции, потому что не чувствуют свои эмоции. Потому что в базе, когда люди говорят про коучинг, в базе, в обществе кажется, что с эмоциями нужно психологу, а коучу нужно с задачами. Но в задачах тоже есть эмоции, поэтому мы это возвращаем. Но это чуть попозже. Это про осознание своих эмоций. Если вдруг эмоцию невозможно понять, потому что еще нет доступа к этому, есть что-то внутри, но я не могу понять, то самый простой инструмент – начать ощущать реакции тела. То есть не смотреть ни на эмоции, то есть у нас есть чувства, есть эмоции, и до эмоций есть некоторое ощущение в теле. Где реагирует тело и как реагирует тело. И с клиентами, которые не могут назвать эмоцию, мы предлагаем им сказать, как реагирует твое тело на это. Или мы отражаем им, что ты говоришь про цели. Вот сегодня, например, утренний клиент, с которым мы разбирали его запрос про границы, когда он говорил про конкретную ситуацию, я спросил, и что ты хочешь здесь делать, он сделал так. Ну, надо там расставить границы. И моя задача была не вернуть ему слова, которые он и так проговорил, и сам слышал, а вернуть ему вот эту реакцию организма. А когда твое тело так реагирует, что ты испытываешь, что ты чувствуешь, о чем это для тебя. И здесь очень важно не интерпретировать за. В коучинге у нас нет интерпретаций, потому что мы понимаем, что наша интерпретация – это перенос себя на клиента и позиция сверху. А мы отражаем как зеркало и спрашиваем, а мы просто замечаем и спрашиваем, вообще для тебя имеет это значение или нет. Может, на нем не имеет значения, может, это просто вдохнул, потому что кислорода не хватило. Ну, чаще всего, конечно, имеет. И здесь как раз говорилось, что здесь происходило. Дарина, а если вы расшифруете арт, что имеется в виду, то будет хорошо. Я это расшифровываю как арт-терапию. Если я верно расшифровываю, то, конечно, арт-терапия здесь хорошо подходит в случае, если мы возвращаем человека к чувствованию во время процесса. То есть, в принципе, можно использовать все, что угодно из процесса. Если мы возвращаем к чувствованию, об этом тоже будем говорить. Нам важно, чтобы человек не только говорил, но он чувствовал, что говорит. Не только делал, но чувствовал, что делает. В теории Ю, например, там один из последних моментов – это создание 3D-модели своего будущего. Это как раз очень потрясающий элемент из арт-терапии. Но нам важно не только, чтобы он создал эту модельку своего будущего, а чтобы он рассказал, что он чувствует, осознает, да, и когда эту модель видит. Тогда будет соединение, и тогда изменения будут после сессии. Это про осознание своих эмоций. Теперь про осознание эмоций собеседника. Я уже несколько вещей из этого обозначил, да, теперь я еще раз их подрезюмирую. Первое. Когда мы видим, что у нашего сотрудника или у члена команды, или у нашего клиента есть эмоция, что мы в коучинге не делаем, мы не утверждаем. Ты злишься. Не подходит. Даже кажется, ты злишься. Не подходит. Потому что так или иначе, это интерпретация. Кажется, ты злишься – это более мягкая интерпретация. Это мне кажется. Но в профессиональном коучинге это не используется. В начальном коучинге это используется. Когда ты еще учишься на курсе, ты пытаешься поднять и подобрать слова. Но в профессиональном мы это уже не делаем. То есть коучинг, например, уровня PCC этого уже не делают. Мы не говорим, что кажется, ты злишься. Мы отражаем наблюдаемое поведение. Слушай, я заметил, что у тебя голос стал более звонким. Я чувствую, я прям слушаю тебя, и внутри меня поднимается злость. А что поднимается у тебя? Вот такие вещи допустимы в профессиональном коучинге. Таким образом, мы в первом случае просто наблюдаем изменения в поведении и спрашиваем, что у доверителя. Во втором случае мы готелимся своими эмоциями, спрашиваем, а ты что сейчас чувствуешь? Мы как бы отражаем через себя, предлагаем почувствовать эмоции нашего доверителя. Вот это вот используется в коучинге. А просто ты злишься, или фраза, например, ты должен испытать чувство вины, оно не подходит. Мы такие интервенции не делаем. Почему, кстати, их не делаем? Как думаете, почему мы не делаем интервенции? По идее, если мы видим, что человек злится, мы понимаем, что он злится, чтобы помочь ему осознать, мы говорим, слушай, ты злишься. Почему мы не делаем такой интервенции? Ведь, по сути, мы выдали уже результат того анализа, который мы бы самим пришлось проделать, чтобы понять, что с ним происходит. Мы говорим, ты злишься. Но мы так не поступаем. Как думаете, почему? Почему? Конечно, чтобы он сам осознал. Нам абсолютно не нужно создавать пространство. Просто так. Мы создаем пространство, чтобы он сам осознал свою эмоцию. Тогда у него формируется способность свою эмоцию осознавать. Это помните, как история про одно дело давать рыбку, другое дело выдать удочку. Вот это вот именно про то. На самом деле коучинг идет еще дальше, потому что, кроме того, чтобы дать удочку, в коучинге мы вначале так общаемся, чтобы понять, вообще, ты хочешь быть рыбаком или ты хочешь быть охотником, или ты хочешь быть еще кем-то. Вот логические уровни, которые Оля показывала, это именно про глубинный коучинг, который мы учим на большом косте. Да, что сначала давай-ка поймем, куда ты хочешь в принципе пойти. Если хочешь рыбку ловить, то тогда мы про удочку. А если хочешь быть охотником, то тогда мы про ружье. Вот коучинг, на самом деле, про это. А тут Ольга пишет, «А что, если людям нужна рыбка, а не удочка?» Что делать, если клиент просит конкретного совета? Многие считают психологов волшебниками, способны решить эту проблему. Как в коучинге. В коучинге это то же самое. В коучинге считают, что коуч, к сожалению, к моему, в коучинге есть, я так по-другому скажу, вот есть такая фраза по мнению психологов, есть такая фраза по мнению коуча, и в этот момент есть ощущение, что все коучи – это про одно, и все психологи – это про одно. Но это не так. В психологии есть очень много школ, очень большое количество школ. В коучинге тоже есть очень большое количество школ. Некоторые школы в психологии допускают жестких интервенций, как я сказал, типа, ты сейчас злишься, ты испытываешь провокативные, некоторые подходы допускают. Это в коучинге, а не в Асиев, который я представляю, а в некоторых школах коучинга, которые, в принципе, нет уже, к сожалению, стандарта единого на всех. Есть вот международные стандарты, разрабатывают сейчас российские стандарты, и они все про то, что я говорю. Есть и другие стандарты, которые говорят о том, что коуч должен как ментор сказать, что делать. И эта ошибка, к сожалению, это ошибка. С нашей точки зрения, опять же, как мы видим коучинг. Но есть люди, которые так делают, которые дают тебе резюме, что тебе конкретно нужно, и называются при этом коучингом. Из-за этого формируется ощущение, что коуч должен сказать мне, что я делаю. Если в коучинге мы с этим сталкиваемся, то мы спрашиваем... Смотрите, в коучинге мы никогда не идем за запросом. Мы никогда не идем от точки А в точку Б напрямую. Если клиент пришел за нашим советом, мы не даем ему совет. Если клиент пришел построить план, мы не строим план на сессии. Если клиент пришел понять свое предназначение, мы не идем в исследование его предназначения. В коучинге нет прямой дороги. Прямая дорога – это логическое левополушарное мышление, которое доступно клиенту и без нас. Наша задача – развивать его логический и творческий потенциал. Поэтому по теории U углубляемся вниз в глубину. И из глубины идем к плану, идем к идентичности. А если он пришел, пропросил совет, то углубление вниз будет спросить, «Слушай, а когда ты просишь меня совета, тебе это нужно для чего? Какую часть своей личности ты хочешь достроить через этот процесс? В чем для тебя ценность этого запроса?» Если ты знаешь, что такое коучинг, зачем тебе нужен совет? Это чтобы что? Мы ищем... Нам не столько важно то, что он попросил совет, сколько важно, чтобы он осознал, что привело его к тому, что он попросил совет. И вот в эту сторону мы идем. Как именно идем? Там разные есть подходы. Логический уровень, в принципе, тоже можно принять. Но они не про эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – заметить свою реакцию, когда меня попросили совет, а я не советчик, я психолог или я коуч, как я реагирую первое. Посмотреть реакцию, эмоцию собеседника, а он в каком состоянии. И осознавая эти эмоции, добавить некоторую рациональность. Ольга, надеюсь, часть этого вы получили. Поставьте плюсик, если да. Дальше про осознание эмоций собеседника. Почувствовать внутренний отклик через зеркальные нейроны. То, что я уже обозначил в моем примере, что когда ты говоришь во мне, вот это вот происходит. А что происходит с тебя? И иногда я говорю, что когда ты говоришь, во мне все расширяется, что с тебя происходит. А иногда я говорю, что, слуш, когда ты говоришь, что у меня прямо интерес падает, да, вот ощущение такой жизни уменьшается. А что у тебя происходит? И это хороший способ помочь осознать. Дальше мы говорим про управление своими эмоциями. Чтобы управлять своими эмоциями, важно, и этому нужно тренироваться не на сессии, а до сессии. Тогда будет гораздо эффективнее, продуктивнее. Но, в принципе, конечно, и на сессии мы этим занимаемся, но лучше создавать какие-то процессы до сессии, чтобы приводить себя в баланс. Особенно в ситуации неопределенности. А коучинг – это всегда ситуация неопределенности. Мы никогда не знаем, что конкретно произойдет на сессии. И это всегда большое-большое-большое-большой диапазм. Дарина, расшифруйте свой вопрос. Не знаю, в чем именно вопрос. Ключевая идея в управлении своими эмоциями – это то, что я перехожу к состоянию, в котором я с верой смотрю в будущее. И это про коучинг. Благодарен прошлому. И это про хорошую составляющую психологии терапии. И радость к настоящему. Это про такую медитативную осознанность, про жизнь сейчас. И это то, к чему мы, как профессионалы, идем внутри. И многие коучи ходят и на коучинг, и на терапию для того, чтобы быть в этом балансе, чтобы самому не сносило. Как чуть раньше вы писали, ты не можешь подарить того, чего сам не имеешь. Поэтому мы у себя это создаем. Ольга спрашивает, приходят ли люди, которые плачут к нам. Изначально, чтобы пришел в слезах изначальный человек к нам, такое очень редко происходит, потому что все-таки это не… Скорее всего, будет не про коучинг, а про терапию. И это немножко про другой процесс. Но то, что внутри сессии люди плачут – это нормально, совершенно естественно. И это прямо в компетенциях написано, что я замечаю, что происходит с клиентом, и помогаю ему сделать. И это будет прямо естественно, прямо хорошо. А если же вдруг мы видим, что на сессии очень большая эмоция происходит, то мы даем просто этому право быть. И на пятом модуле мы исследуем, как с этим работать через инструменты. Но в первую очередь мы обозначаем, даем право быть, спрашиваем, что происходит, можем ли продолжать, нужна ли пауза, базовые какие-то вещи. А если мы хотим продолжать, клиент хочет пойти в эту эмоцию, то мы тогда через коучинговые инструменты пятого уровня мы делаем. Коучинговые инструменты, они все краткосрочные по работе с эмоциями, я имею в виду по длительности краткосрочные, и больше про работу внутри, нежели про разговор про свои эмоции. Дарина спрашивает. А, можно ли так? Я вижу так, как на самом деле. Да, это необходимая часть как раз коучинга. Мы не интерпретируем, мы спрашиваем, как ты это видишь, а что это для тебя, а какая это твоя эмоция. Потому что, повторюсь, наша задача не чтобы сказать, вот я увидел и разгадал загадку, ты злишься. А задача в том, чтобы клиент осознал себя, а как это у него, а что это для него. И в этом плане мы находимся в партнерстве. Я не интерпретирую твои эмоции, а я отражаю вот то, как я это услышал, а как и ты это услышал. По сути, это то же самое, как мы делаем в коммуникации, когда хотим договориться, правильно ли я тебя понял, что мы спрашиваем фразу. И то же самое мы делаем на уровне эмоции. Правильно ли я понял твою эмоцию, а как это на самом деле. Поэтому используется уточнение. Естественно, что оно преиспользуется не в каждый момент времени, когда мы работаем с сильной эмоцией. Если мы просто видим, что какую-то реакцию человека, например, человек сильно вздохнул, то мы отмечаем, о, интересно, ты даже вздохнул. И дальше человек обычно сам рассказывает, с чем это связано. Что можно делать с собой, чтобы быть в состоянии? Есть очень хорошая книга «Магия утра. Как первый час определяет жизнь». Она, на самом деле, там много историй, истори-теллинга, которые не содержательные, но дальше есть некоторый, собственно, набор инструментов, которые делаются в течение часа. Это то, что можно делать с собой, чтобы быть в ресурсе. Повторюсь, ключевая идея управления своими эмоциями, что я занимаюсь эмоциями не на сессии, а до сессии. В компетенциях коуча даже есть пункт, что за 10 минут до сессии я готовлюсь, настраиваюсь на сессию. И только после этого я в нее вхожу. Настраиваюсь и думаю про себя, про свои смыслы, про свои ценности, что я несу в этот мир, вспоминаю содержание взаимодействия с клиентом «Прошлое» и после этого вхожу в разговор, а не просто с места в карьеру прыгиваю. Но управляю и тренируюсь перед своими эмоциями. Я вообще в личное время, а не на сессии. Здесь, как пример, я привожу инструменты из «Магии утра». Это медитация, это аффирмация, это визуализация, это зарядка, чтение и ведение дневника. Что я сам делаю? Моя утра длится от 10 минут до 30, в зависимости от того, что днем происходит. Я делаю медитацию, медитация помогает возвращаться в настоящее. Я использую инструмент «Мьюз». Поставьте плюсик, если вы его слышали, минус, если мы не слышали. Вот Оля пишет, слышу вас с утра, очень прикольно. Это просто инструмент, который помогает понять, мой мозг находится в спокойствии или нет. В момент, когда ты медитируешь, там издаются либо шум волны, либо птички. И если играют птички, то это значит, что твое мышление находится в альфа-состоянии, ритм твоего мозга. Это значит, что ты в спокойствии находишься, на самом деле, в медитации. А если там ураган, ветер и так далее, то я просто сижу неподвижно, а внутри меня ураган, ветер и так далее. Это некоторый инструмент, который дает мне обратную связь, такая биологически активная обратная связь, чтобы понять вообще, нахожу тебя в спокойствии или нет. Такие инструменты есть в доступе, их можно посмотреть, если медитация и диджитализация вам подходят. Кроме этого, есть некоторые декларации, манифесты, которые я читаю. Это мои цели, смыслы для того, то, зачем я иду. То, что с логических уровней. Если вы были на первом вебинаре и проделали на себе инструменты, то это то, что раскрывается там миссия, смыслы, то, куда я иду. И практика моя внутренняя команда – это взаимодействие коучинговой практики, взаимодействие с собой и с будущего. Когда я представляю себя из будущего, захожу к нему и спрашиваю, как дела, правильные ли дороги я иду и что мне нужно подкорректировать в своей жизни. Это базовые вещи, ну и всякие дополнения в виде стояния на гвоздях, визуализации дня, и дневники ресурсов, и то, что я использую. Предлите в чате, что вы используете по утрам или по вечерам, чтобы приводить себя в эмоциональное состояние, чтобы вот с утра проснулся и чтобы быть в большем ресурсе. По сути, наша задача всеми этими инструментами создавать такой нейронный пояс вокруг амигдалы. Амигдалы отвечают у нас за эмоциональные реакции. Вокруг амигдалы, чтобы быть в большем ресурсе, в большем состоянии. И мы это делаем постоянно, системно, таким образом создавая новый паттерн реагирования. Юлия, йога, медитация, фитратная душа, Дарина, маг. Что еще делаете? Циклон, медитация, инверсионный стол. Да, отлично. Я еще недавно начал использовать фейскультуру в бумаге утром, чтобы немножко было и полезно, и новенькая зарядка, музыка. Да, очень хорошо. Что для нас важно? Для нас важно, чтобы этот процесс был не ради процесса, а этот процесс был осознан на то, что я здесь про то, что формирую устойчивость эмоциональную. Я осознаю, для чего я делаю этот процесс. Тогда формируется та самая нейтронная цепочка. Супер. Другие вещи, которые еще есть, некоторые из них вы говорили, которые формируют некоторую эмоциональную устойчивость, это slow living. Александр, да, сразу вопрос. Посоветуйте что-нибудь. Зачем именно вам нужен совет? Что именно появится благодаря совету? Это к вопросу о предыдущих вариантах, когда меня Ольга спрашивала, что делать, если просить совет. Но на самом деле наш вебинар сегодня не чисто коучинговый. Я не как коуч себя веду, а как тот, кто рассказывал про коучинг, поэтому здесь есть и наборы советов в том числе. Что еще помогает управлять своими эмоциями? По сути, все, что связано со словом living, это замедление жизни до настоящего момента. Это и про личный коучинг, это про историю про эссенциализм. Есть книжка «Эссенциализм. Идея про то, что фокусируюсь на одной цели, которая очень важна. Практика 333, 3 месяца с 33 одежды, и смотрю, как могу этим использовать. Диджитал детоксикация, когда я не использую диджитал, телефон, компьютер и так далее в течение выходных. Практика «Время для себя», которое мы делаем по вечерам тоже. Slow food. Я медленно ем и осознаю то, что я ем. По сути, любой вариант центровки, где мысли, действия, чувства в одном моменте. Если я не пью кофе, я осознаю запах, вкус, ощущение кофе. История про расслабление, история про slow travel, когда я еду куда-то путешествовать, и я медленно в своем ритме двигаюсь. Все это дает ощущение и способность такого удержания своего эмоционального состояния. Так что те, кто… Если вы практикуете что-то из slow living, ставьте плюс. По сути, slow living – это может быть просто, когда я ухожу на обед, на обед я оставляю телефон и медленно-медленно-медленно ем. Я часто использую slow living в зале, оставляю телефон в раздевалке, и в зале, в бассейне я нахожусь в своем процессе, в своем комфортном для меня активном и даже биоритме. И это вот то, что позволяет удерживать эмоциональное состояние. И именно тогда формируется привычка быть в спокойствии. Более того, на сессиях это переносится. И потом, когда я уже веду сессии, я вижу, что и в сессиях тоже есть определенный мой ритм, который остается, и он остается неземлемым. Вот я вижу, даже в том числе и Степан из приемной комиссии использует слово living. Так что если вдруг хотите у него узнать советов, что именно можно сделать, то можно к Степану обратиться. Оля пишет, у меня сложно, я все быстро делаю. Да-да-да, я это разделяю, и при этом я вижу ценность в замедлении осознанном. Знаете, мы когда с моей подругой много лет назад ездили в путешествие, у нас была договоренность, если мы идем, когда мы идем на завтрак, там обычный шведский стол, у нас была договоренность, что я сажусь, занимаюсь стол, она идет, выбирает еду, и только когда она села, начала есть, я иду выбирать еду. Так вот, я успел поесть все равно быстрее, чем она. Хотя я сидел, ждал, пока она придет, она начнет есть, потом я шел, выбирал, потом садился, потом седал, и все равно все было быстрее. И в этом плане как раз Slow Living – это способность замедлять себя в быстрых процессах, то есть быть осознанным в этих процессах, потому что я просто ел, и для меня еда – это было, как это для меня, способом биологических, редутория биологических потребностей. Но если в какой-то момент переходить из этого в практику так называемой осознанной медитации, что я ем и чувствую вкус, то в этот момент можно как раз развивать себе способность не реагировать эмоционально слишком сильно. Некоторые делают это с чисткой зубов, не просто чистить зубы, а чистить зубы, прямо ощущают, чувствуют все, что происходит сейчас. То есть по сути, это так называемая, можно светская медитация сказать, можно сказать, что это некоторое наблюдение за собой, способность замедлиться в скорости. Это то, что нам как раз нужно в сессии. У клиента очень большой процесс уходит, а мы здесь, он уже в пик эмоций уходит, а мы здесь замедляемся. Александр пишет, что он, например, левой рукой чистит зубы для того, чтобы замедлиться. Дарина пишет, что здесь много про mindfulness. Конечно, здесь много про mindfulness. Что такое практика 333? Это практика, которая направлена на как раз замедление себя в потребительстве, скажем так. Идея в следующем, что в течение трех месяцев я использую только 33 вещи. и я смотрю, как я могу их модернизировать, объединять, менять. Имеется в виду 33 вещи из личного гардероба. В этот личный гардероб входят средства личной гигиены. Таким образом, немножко корректируя себя, если вдруг шоппинг для меня является способом справиться со стрессом. Окей, любой из этих методов можете взять, что ключевое. Ключевое, повторюсь, к чему мы идем, немножко назад вернусь, что вы управляете своими эмоциями. Что я с верой смотрю в будущее, я благодарен прошлому и радуюсь настоящему. Большая часть того, что я сказал, была про радуюсь настоящему. Нахожусь в моменте здесь, сейчас. И то, что на сессиях модерна мы возвращаем человека в настоящий момент, что ты сейчас испытываешь, что ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас думаешь. В этом нахожусь здесь. То есть мы не в диссοιацию его отправляем, отправляя только в будущее или только в прошлое, но мы возвращаем его в настоящее, чтобы он это прочувствовал. В коучинге мы смотрим в сферы будущее, визуализируем будущее. В коучинге мы смотрим в прошлое через рефрейминг, перезапись его, тех вещей, которые можно взять как опыт. Например, сегодняшняя сессия с утра, когда клиент рассказал про тяжелый момент на работе, связанный с границами, благодарность прошлому была через следующий вопрос. «Скажи, эта ситуация позволила тебе какой значимый жизненный урок усвоить?» Вот это вот некоторый рефрейминг ситуации. И дальше мы идем к тому, что мы влияем на эмоции собеседника. Что важно. Я даже думаю, что в следующих. Дарина тела, мысль, эмоция и картинка. Да, все эти аспекты есть в коучинге, безусловно. Тело, мысли, эмоции, картинка. Мы на всю эту вещь смотрим. Более того, мы смотрим на то, что человек чаще испытывает. И если человек чаще испытывает, не испытывает и использует глагол, связанный с телом, например, «я чувствую, я предвкушаю», то мы меняем вопросы под это. И тогда, что ты чувствуешь в ответ на следующий вопрос? Или почувствуй, какое будет твое решение? Если человек больше говорит про мысли, то мы используем именно эти глаголы. Что ты думаешь? Что ты хочешь осознать за эту сессию? То есть в этом плане мы на это фокусируемся в том числе. Следующий аспект. Итак, мы говорили, осознал свои эмоции, осознал эмоции собеседника, управляя своими эмоциями, влияя на эмоции собеседника. И здесь мы говорим про влияю, но не управляю. Обратите внимание, потому что мы говорим про то, что коучинг – это партнерство. Мы не можем, как марионетки, управлять другими людьми. Точнее, может, мы и можем это делать, но это противоречит вообще полностью коучинговой идеологии. И мы исходим из того, что, во-первых, с собеседником все в порядке. Что это значит? Что перед нами здоровая личность. Даже если собеседник с вами так не считает, перед нами здоровая личность. С ним все хорошо, с ним все в порядке. И мы создаем возможность, но не заставляем выбирать. Мы показываем что-то, что мы видим, но мы не говорим о том, что ты должен обязательно туда идти. Если мы, например, внутри себя увидели, что наш доверитель не очень-то с эмоциями дружит, это не значит, что мы ставим на него клеймо и заставляем его подружить. Мы просто обозначаем то, что мы увидели. И если вдруг у нас есть какой-то вывод, без логики скрывания, мы просто делимся. Слушай, я замечаю, что я задал вопрос тебе про эмоции, а ты отвечаешь про мысли. Что ты сам в этом видишь? Или какую значимость для тебя эмоции имеют в принципе в жизни? Как ты с ними взаимоотносишься? Важно ли тебе разобраться с этой темой? Потому что в коучинге обращаю внимание, что мы не ведем человека по заранее подготовленному маршруту его развития. Тогда бы это был не коучинг, а был бы на самом числе. Мы вместе с ним в диалоге создаем этот маршрут, исходя из взаимодействия и частности, и проектнорства. Как же можно влиять на эмоции собеседникам? Здесь, кстати, уже будет поближе к командам, о которых вы просили. Первый момент – формат «да и», то есть формат, что мы всему говорим «да» и продолжаем. Даже если то, что говорит наш, вот это важный момент, даже если то, что говорит наш доверитель, противоречит какой-то нашей картине мира, мы должны понимать, что это наша картина мира, и что есть другая картина мира. И не уходить в спор, а говорить «да» и искать варианты исследования дальнейшего. «Да и». И говоря про командное взаимодействие, один из способов дать этому осознать – это как раз предложить им 5 минут говорить в формате «да но», и потом 5 минут поговорить в формате «да и». И тогда вы увидите, насколько сама команда сделает вывод, что формат «да и» более ресурсный. Я почти всегда это использую на стратегических сессиях. 5 минут мы придумываем какие-то идеи в формате «да но», 5 минут «да и». «да и» дает возможность синергии. И взаимодействие с тет-а-тет, и взаимодействие с командой. Отразить эмоцию, то, что я уже говорил, спросить из-за совета то, что я говорил. И момент, связанный с центровкой. Это как раз тот пример, когда мы обозначаем, мы предлагаем определенный процесс, чтобы человек вошел в состояние. Был вопрос, приходят ли к нам люди в слезах. Очень редко, но иногда к нам приходят люди не в ресурсе на коучинг. И чтобы человек был в ресурсе, мы можем предложить. Сначала мы спрашиваем, как ты. Если состояние не очень, готов ли к сессии не совсем, то есть ли какой-то способ, чтобы ты сам подготовился. Мне нужна поддержка, тогда мы предлагаем центровку. Многие наши клиенты знают центровку, потому что они у нас были на «Время для себя» и на коучинге. Но если нет, то довольно просто сделать. Центровка – это когда мысли, действия и чувства про одно. Сейчас я для вас предложу это сделать, процесс. Мысли, действия, чувства про одно. Сейчас я немножко замедлил свой голос, свою речь. И прошу вас тоже немножко замедлиться и посмотреть по сторонам, и найти пять предметов, куда ваше внимание само течет. Просто пять предметов вокруг вас, куда ваше внимание обратилось. Словно эти предметы сами поманили вас, и вот ваше внимание туда упало. Когда найдете пять предметов, поставьте плюсик в чат. Не нужно ничего интерпретировать, не нужно ничем управлять. Просто заметьте, что ваше внимание перетекает по комнате, по квартире, по офису, и выведите пять каких-то предметов. Спасибо. Теперь на время прикройте глаза. Прикройте глаза и услышьте четыре разных звука. Это могут быть звуки окружающей обстановки, дети, сотрудники. Звуки на улице, это могут быть сердцебиение, звук вашего дыхания. Заметьте четыре разных звука. И следующий момент. Если вдруг звуки не замечаются, можно их создать и услышать. Следующий момент. Три ощущения в теле. Обратите внимание на три разных ощущения в теле. Может быть, в пояснице, в плечах, в ногах. Три разных ощущения в теле. Дальше вы уже не пишите плюсы, будьте закрытыми глазами. Три ощущения в теле. И теперь обратите внимание на два разных запаха. Просто вдохните чуть более глубоко. Заметьте два разных запаха. Если запахи не пришли сразу, это не страшно. Просто направьте свое внимание на запахи. Заметьте, что они есть какие-то тонкие, может быть, яркие, может быть, запах аромата. Может, запах квартиры. Просто два запаха. И последнее. Обратите внимание на вкус во рту. Почувствуйте, какой он. Не давайте ему оценку, хорошо или плохо. Просто заметьте вкус во рту. Сделайте вдох. Медленный выдох. Открывайте глаза, если они были закрытыми. И поделитесь вашим состоянием внутри. Что изменилось за эту короткую практику? Это короткая практика по центровке, самая простая. Она доступна абсолютно всем. Подходит для тех, у кого логическое мышление. Потому что другие практики, они больше с визуализацией, больше с таким творческим мышлением. Это прямо классика наблюдения. Ее же можно использовать для того, чтобы себя вводить в состояние. Да, интересно наблюдать за собой. И ты начинаешь обращать внимание на то, на что раньше не обращал внимания. И тогда дальше, если делать такую практику, если вдруг клиенту необходима центровка, сделать с ним эту практику, то дальше к ней можно возвращаться, чтобы он наблюдал что-то, чего раньше не наблюдал в себе. Потому что, по сути, в коучинге наша задача, чтобы он вышел из шор своего самосознания и увидел что-то новое. Переключение, я есть. Да, 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 да. И нам это нужно. Да, конечно, Оля, ее можно делать в течение дня столько раз, сколько нужно для того, чтобы как раз войти в себя. И тут полностью просто чувствуете, когда вы хотите ее сделать. Ее можно делать с другими, можно делать с собой. Ее можно делать перед началом собрания, если у вас команды вдруг высокорганизационные. И, например, мы работали с такими командами, где, в принципе, дышать, совместные практики дыхания, даже естественные, и стояние на гвоздях совместные, естественно. Такие практики хорошо настраиваются. Поделитесь вашим состоянием. При этом оно не должно было измениться. Здесь нет даже слования. Это просто опыт, который можно почувствовать. Пока вы пишете, я пойду дальше, потому что у нас время заканчивается, а материалов еще много. Если же вы являетесь руководителем, то для того, чтобы влиять на эмоции другого собеседника, можно использовать модель обратной связи, такую как БОВ. БОВ – это аббревиатура. В этой аббревиатуре есть четыре переменных поведения, где я замечаю, что я вижу. Например, я замечаю, что у нас есть правило отвечать на сообщение в течение суток, а ты ответил за 12 часов. Ты ответил больше, чем на сутки через два дня. Результат – это к чему это может привести? Такое промедление может привести к тому, что другие люди не смогут выполнять свою задачу вовремя, и мы в итоге нарушим сроки по планированию. Чувства. И когда я это вижу, я чувствую такую растерянность, чувствую злость, чувствую беспокоенность в том, что мы не сможем выполнить договоренности, которые мы всегда взяли, обязательства, которые мы всегда взяли. И будущее. Договоримся, как ты будешь делать по-другому. Итак, если вы являетесь руководителем, то этот инструмент хорошо подходит для того, чтобы вы могли встроить чувства в свою обратную связь и показать, что это то, что вы говорите, на самом деле для вас значимо. Потому что в тот момент, когда мы включаем эмоции в разговор с обеседником, мы усиливаем силу послания. Всегда, когда мы говорим про свои эмоции, про свою силу послания, тут же она усиливается моментально. И теперь мы идем к еще двум элементам осознания пространства между. Здесь ключевая идея сделать то, что управляет нами, видимым и названным. И здесь мы как раз напрямую про то, что вы хотели, про практики взаимодействия в командах. Мы на коучинге очень многое этому посвящаем на третьем модуле. Он у нас про взаимодействие командами с коллективами. Мы там много учимся смотреть про пространство между нами. Потом впоследствии в пятом модуле мы это усиливаем через генеративное слушание, через полевое слушание. В взаимодействии тататат. По сути, за шесть модулей мы научаемся прямо кожей своих рук ощущать пространство между и включать это пространство в коучинговый диалог. Это моментально усиливает процесс. Например, то, что мы используем из пространственного коучинга, когда мы, например, просим возьми что-нибудь на этом столе, что олицетворяет тебя, олицетворяет цель, и разложи их, как ты видишь. И как они друг к другу соотносятся. То есть мы прямо берем пространство, в прямом смысле не метафору, а берем реальное пространство, которое есть, и используем его в коучинговом диалоге, чтобы увеличить уровень осознанности и показать, что там внутри, как элементы внутри взаимодействуют. Это очень хорошо и очень мощно работает с клиентами. В осознании пространства мы часто используем метафоры. Осознание пространства часто происходит через метафоры. Если, например, взять метафору команды, то это может быть совершенно разная метафора, которая показывает, мы все в одной лодке, мы все винтики в системе, мы перетягиваем канал друг на друга, мы можем друг другу довериться, мы все идем за кем-то, как за путеводной звездой. Вот осознание метафоры как раз помогает. Что можно делать в команде? В команде вы можете, и, кстати, не только в команде, если вы работаете с клиентом, который выстраивает отношения, можно то же самое спросить у него. Как ваши взаимоотношения, вообще, первое, какая метафора ваших взаимоотношений? Второе, как взаимоотношения создает такое пространство? Ну, если это здесь вопросы для командного процесса, потому что в коучинге при взаимодействии с командой мы не столько говорим про планирование, сколько про взаимодействие внутри команды. Какова метафора нашей команды? Мы все как цвета одной радуги. Как наше взаимодействие создает такое пространство? Как культура компании создает такое пространство? Как лидеры, живущие в головах, создают такое пространство? И вообще, кто именно живет у нас в головах, исходя из чего мы себя ведем? Вот это вот вопросы на осознание. Это ключевая идея, что мы задаем вопросы на то, чтобы осознать, как появилось пространство между нами. Сначала мы его ощущаем, на что похоже наше взаимодействие, а потом мы смотрим вот это вот ощущение, эту метафору, она из чего появилась. И вот это вот как раз область, которая нам очень интересна в командном коучинге. И была одна команда, с которой я работал, они сказали, что наша метафора – это мы корабль, ледокол, который пробивает льды, за нами идут маленькие разные другие компании, наши партнеры и конкуренты. Как наше взаимодействие создает такое пространство? Мы те, кто друг друга поддерживают, мы чувствуем, что у нас есть капитан, мы чувствуем, что мы знаем, куда мы идем, и что мы делаем это с праведной мыслью. Как культура компании создает такое пространство? У нас открытое взаимодействие с конкурентами и с партнерами, мы делимся с ними результатами нашей деятельности, чтобы они могли следовать за нами, а не думать, что мы едем на край земли и сейчас сбросимся. Как лидеры, живущие в головах, создает такое пространство? У нас есть там создатель, Мария Островская, которая живет в нашем сердце, в наших головах, и мы как будто продолжаем ее дело. Вот такой коротенький пример. То, что вы можете взять и поработать со своей командой, и тогда вы увидите, как в команде растет осознанность к коллективному взаимодействию. К чему это приведет? Это приведет, что дальше, когда я начинаю говорить, я думаю, так, то, что я сказал, как влияет на пространство между нами? То, что я все время тянует свое дело на себя, как влияет на пространство между нами? То, что я выполняю задачи, как влияет на пространство между нами? Как только пространство между нами станет осознаваемой сущностью, они фермерным чем-то мы сможем тут же с этим взаимодействовать и собственно следующее на это влиять как влиять на пространство между нами для этого мы посылаем толкий сигнал который будет значительно считываться например мы делаем чек-ин и и чекаут и в командном взаимодействии командном коучинге то же самое иногда мы делаем в индивидуальном коучинге и спрашивал как поменялось пространство после на курсе мы очень много раз это делаем чек-ин например первый круг до того как начнется собрание помните уже надо сонастроиться до того как начать собрание я часто спрашиваю расскажите что-то интересное что вы узнали за эту неделю не связано с работой и тут люди раскрываются говорят про свое творчество говорят про свое хобби про свои путешествия и а потом уже спросить как поменялось пространство между нами благодаря этому может быть чек-ин недавно отработал как консультант работу для руководителя который как раз хотелось вид пространство между и она взяла такой вопрос что вдохновляет любое работе который перешли к рабочим собраниям он говорят просто просто коллектив пространство между было суперосознанным она была супер вовлеченном и потом он спросила Nahq вы думаете что повлияло на то что какое у нас сегодня было собрание в пространстве не было какое что на это повлияло они сказали что повлиял то что мы идем нашли как ведь друг друге они функционал вот совершенно другой логический уровень, опять же, возвращаясь к понедельничному вебинару. И чекаут, выход, да, выход, чекаут это завершение встречи, да, это вопрос, например, что самое ценное взяли отсюда, да, или вопрос, например, что, что важно сделать прямо сейчас, чтобы разойтись удовлетворенным, да, вот прямо здесь сейчас о чем-то говорится. Или опять же вопрос, как наше собрание повлияло на пространство между нами. Чем больше мы фокусируем и это наш коллектив, наш команду, тем лучше будет результат, если мы как руководитель работаем или как командный коучер, ну и также, если мы говорим про взаимодействие с клиентом, тоже, какое пространство было, на что оно похоже и какое оно стало в конце сессии. Вот такие вещи про модель, которую я хотел рассказать о национальном интеллекте. Напомню, что в базе 4 уровня мы исследуем все 6, потому что пространство между является одним из элементов внутри. Давайте, кстати, последнее потренируем. А если говорить про среду обучения, некоторые из вас были уже на нескольких вебинарах, и вы можете считать некоторую особенность среды обучения. Как вам кажется, вот пространство среды обучения, взаимодействие с слушателями, взаимодействие между собственно преподающих, оно какое, если использовать метафору, на что похоже пространство в среде обучения? Пространство между слушателями и между ведущими. На что похоже пространство между слушателями и ведущими в среде обучения? Дарина, похоже на мостик? Похоже на дружбу? Доброго профессора? Разговор равных. Я благодарю за эти отзывы. Это как раз такой некоторый фидбэк, потому что с точки зрения влияния мы как раз стремимся и взаимодействие, как мы вначале общаемся с Димой, и взаимодействие того, как мы отвечаем на вопросы, и в пересылках друг на друга и поддержке друг друга показать как раз историю именно ту, которую вы считываете, что здесь мы про пространство равных. И я иногда, когда мне говорят, что Саша, ты такой хороший коуч, я отвечаю, что слушай, я просто начал чуть раньше, чем ты. И это ключевое, что нужно помнить, что все, что мы делаем, доступно каждому. Вопрос просто, что мы начали 10 лет назад, но это не значит, что остальным нужно тоже 10 лет идти. Благо мы понимаем, как укомплектовать свой опыт так, чтобы остальные гораздо больше пришли именно к такому результату, в том числе профессиональному и личному. Благодарю. На этом то, что я хотел рассказать сегодня. Здесь еще есть вопросики, как вы получите презентацию, сможете их сами пройти. Это тест на уровень энергии. Нужно будет ответить на 4 вопроса и поставить шкалу до 1 до 10. И дальше наверху вы видите формулу, по ней посчитать. Вы просто получите уровень вашей энергии. Это просто как самооценка, самоанализ для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Если вы в зеленой зоне, то тогда можно, ну тогда вы в ресурсе, а если вы в красной зоне, то точно возвращаетесь к третьему пункту, на управление своим эмоциональным состоянием, осознание управления своим эмоциональным состоянием, чтобы просто поддержать себя. Это вам как дополнительный момент. Здесь очень легко написана формула. Три физические, эмоциональные, индивидуальные склады умножаем на два, умножаем на духовную. А сами шкалы чуть раньше были. Вот. И теперь несколько слов про курс, про интегральный коучинг в бизнесе. Вот эта идея мостика, дружбы, пространство равных, партнерства, мы много про это ссылаемся. И по сути, это постулаты, на которых выстроена программа, коучинга в бизнесе, которая будет идти с 17 мая мы стартуем. И она для тех, кто хочет такое пространство выстраивать вокруг себя, со своими клиентами, со своими командами, со своими компаниями. Почему она называется интегральней? Потому что здесь мы как раз учитываем разные переменные. Мы учитываем внутренний мир человека, мы учитываем поведение человека, мы учитываем культуру, то самое пространство, между которыми влияют. И мы учитываем зримые бизнес-элементы. Бизнес-процессы, система постановки целей, система оценки результата. Это все нам важно видеть. Если мы даже работаем психологом, работаем с руководителями, которые хотят изменения в своей жизни, то необходимо видеть все четыре элемента интегрально. Тогда будет преображение. Если мы работаем из четырех элементов, например, только с внутренним миром, но игнорируем бизнес-систему, то тогда не будет результата, который будет закреплен. И бизнес-система – это не всегда проорганизация бизнес-процесса. В принципе, любые повторяющиеся процессы, декларируемые мной, они будут входить именно в этот квадрат. Эта интегральность застегается через четыре модуля, через шесть модулей. Мы программу ведем с 2016 года. Вот недавно выпустили «Десятый поток», и первый блок мы изучаем основу коучинга. Второй блок мы говорим про взаимодействие тет-а-тет. Третий блок мы говорим про командные взаимодействия. Четвертый блок мы говорим про ту самую бизнес-систему. И здесь про вертикальное развитие модели мы изучаем. Здесь мы изучаем, что делать для того, чтобы создавать среду, чтобы она позволяла людям развиваться по этой логике вертикального развития. Пятый блок – трансформационный лидерство про чувство взаимодействия с внутренними вмешательствами и страховыми убеждениями. И шестой блок – управление по ценностям. Это следующий виток после коучинга. Все это, естественно, основано на моделях ICF, о которых я говорил. Сегодня акцент делал на то, что связано с инсцентральным интеллектом, из вот этих вот трех компетенций. Вот. А сам курс построен таким образом, что до начала вы можете… Подарок, когда вы зачисляетесь, вам дается введение в коучинг, чтобы вы уже понимали основы, да, и более осознанно входили в процесс. На модулях непосредственно есть демо-сессия, где мы показываем, как работает инструмент на реальных кейсах. Есть отработки, очень много практики. Есть концепции инструмента, которые мы рассказываем, и философия. И мы делимся личными этими кейсами. Между модулями есть, это у меня обчатка, тут менторинги, конечно, а не мониторинги, тут менторинги, где мы слушаем, как вы ведете сессию, обратную связь, работа в тройках для поддержки друг друга, и личная практика, которую вы набираете. Ну и чтобы завершить курс, набирается определенное количество часов личной практики, аудиозапись, тест и итоговая сессия. Есть отзывы, которые вы можете увидеть. Сам курс стартует в мае, на 5 месяцев заканчиваемых в октябре. Встречаемся раз в две недели. Здесь у вас есть ссылка на спецпредложение, вы можете перейти и получить 10% скидку. И вот Степан тоже высылает спецпредложение. И в целом я рекомендую пообщаться с Степаном, даже если вы не хотите сейчас, например, идти на курс, а планируйте позже, пообщаться, чтобы узнать чуть больше. Школ коучингов много, они разные, и как раз Степан может сказать, в чем особенности нашей школы. Сам я лично вижу особенности нашей школы, во-первых, в системном подходе, во-вторых, в нашей школе мы не делаем табу на психологии, занимаясь коучингом, имея сами базовое психологическое образование, и не закрываем глаза на эмоции, которые испытывает человек. Ну и в принципе то, то, чему мы учим, это очень близко к коучингу в МСС уровне. Наша программа аккредитована в ICF, имеет международную аккредитацию, и наш сертификат действует больше в 147 странах мира, ну и кроме этого получаете доставление повышения квалификации. Запись сегодняшнего вебинара будет вам доступна, как и презентация, мы ее вышли в конце, и также мы обещали слушателям, которые дадут до конца, высылать ссылку на книгу. Да, и вот Дмитрий как раз высылает ссылку на книгу. Сам я остаюсь в ВКонтакте, несмотря на то, что неделя коучинга у нас завершается. Вот есть мой телефон на соцсети QR-код на Инстаграм. Вот присоединяйтесь и в социальных сетях, и у меня, и в Ольге Котовой, и у других ведущих среды обучения. Вы можете найти довольно много полезной информации, вы будьте на связи. На этом все, что я сегодня хотел сказать. Поделитесь, что было для вас сегодня самым ценным. И пока вы делитесь, я передам слово Дмитрию, чтобы, собственно, подзавершить сегодняшний разговор. Александр, благодарю. Благодарю тебя за сегодняшнюю встречу. Я думаю, много ценного. На самом деле, участники сегодняшнего дня в утро взяли для себя, только нужно время чуть-чуть осознать. Это переварить. Это и получить свои инсайты. Всем участникам тоже благодарю. Благодарю за то, что утро сегодняшнего дня вы провели вместе с нами. Вы инвестировали время для себя, получили знания. И так. Олька, спасибо. Ирина, спасибо. Всем участникам мы на почте, которую вы указывали при регистрации, вышли в записи и первого, и второго, и третьего вебинара. Также все презентации, которые у нас были, мы тоже вам вышлем. И мы очень ждем вас на курсе, который стартует 17 мая. Та атмосфера, которая была, атмосфера, сейчас я процитирую, мостика, дружбы, доброго профессора, разговора равных, все это ждет вас на нашей программе. Благодарю, Дмитрий. Я еще раз обозначу, что коучинг возможен как раз именно только при разговоре равных. Именно за этим идут коучу, чтобы не пойти к тому, кто мне еще расскажет, как прожить мою жизнь, а чтобы разговорных равных осознать, как я хочу прожить свою жизнь. И ждем вас с радостью на курсе и поделимся всеми теми способами, которые позволят вам стать коучем. Какой-либо пишет Яни Коуч. Но очень интересно стать коучем и принести именно эти процессы в свою практику. Еще про программу дополню. Сказал то, что она большая, она целостная, но там еще, на мой взгляд, это огромный плюс, то что помимо того, что база дается, еще есть конкретные инструменты, конкретные модели ведения сессии, больше 50 штук. Это для людей, которые только-только стартуют в коучинге, это огромный плюс. Это такой сундучок знаний, в который можно окунуться в любой момент, посмотреть, подглядеть и провести сессию так, как ты хочешь, опираясь на такую базу. Да, это правда. Не все школы это делают и есть на это позитивное намерение, но мы видим, что процесс освоения происходит именно так. Ты сначала получаешь эти базовые 50 инструментов, даже не базовые, они, в принципе, очень продвинутые. И когда они у тебя есть, это позволяет тебе интегрировать новое. И, по сути, мы знаем, как инсайты устроены. Мы знаем, что инсайты – это когда то, что мы знали, вдруг пересобралось в уникальным способом. Но чтобы это произошло, нужно, чтобы было то, что мы знаем. Поэтому мы даем эти инструменты, и потом, когда ты их знаешь, они, хоп, каждый раз раздаются, как инсайты. И на реальности, после курса, ты каждый раз ведешь и создаешь свои новые инструменты под этого клиента, исходя из его мировоззрения, из его мирочувствования, из его целей. И в этом плане есть, с одной стороны, неопределенность, а с другой стороны, полная внутренняя опора, потому что я знаю, как это неопределенность проходить. Даже по сравнению с другой школой, в которой я сам проходил обучение, когда так, меня научили компетенциям, меня научили структуре сессии. Так, хорошо, но вот запрос, который новый для меня, а мне нужны конкретные инструменты. Здесь у меня возникали сложности, но вот на программе, которую вы с Олей проводите, там этот вопрос отпадет сам собой. Ну что ж, Александр, я предлагаю тогда завершаться. Да. Да, участники, если у вас остались еще вопросы, я предлагаю минут пять останусь с вами, Степан тоже останется с вами. Мы ответим на ваш вопрос, Александр. Я вас тогда благодарю еще раз. Спасибо, пошел на следующий сессию. Все, пока. Хорошего дня. Так, ну что ж, коллеги, если какие-то вопросы есть, предлагаю задавайте. Мы со своей стороны поможем, поддержим, ответим на них. Спасибо. Ну что ж, Виктория, Ди, Ирина, Наталья, Ольга, Ольга, скажите, пожалуйста, у вас ли остались какие-то вопросы, которые нужно обсудить? Так, но вопросов я не вижу. Тогда, с вашего позволения, я завершаю трансляцию. Всем отличного дня. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok